В общем, девятка. Я добрался до пятнашки. На пятнашки уже поменяли паров. Женька поменял. Латку еще не делал без дырки. Вот такое, короче. Все заподлицо, все в стычок. Короче, ничего интересного. Паров как паров. Здесь вот так поварено. Сплошным. Встык. Ой, блин, внахлёст. Здесь усилитель приварен под сидение. Надо еще эти поехать забрать. Два новых. Вот таких приварятся. Здесь на этой стороне получается осталась одна латка. И одна бочина готова. Кроме задних лонжеронов. Я понял. Приварен под домкратник. В данный момент Женька варит соединитель. И матюкается, что очень он тонкий. Не такой, как заводской. Дно уже чуть проживеть успело. Вот такие сварочные точки, как у меня, вылазят. Или это он пропаливает. Фиг знает что. Ну, а здесь будет заменен весь лонжерон, как я и говорил. Отсюда до... Не знаю. Его надо поехать. Завтра надо поехать два лонжерона забрать. Это потом сделает... Ну, этот он уже почти сделал. Осталось усилитель доварить до латка. Там, да, одна бочина готова. Потом перейдет ко второй. Ну, а потом в конце уже снимет бак, балку. Все эти трубы-глушители. И поменяет лонжероны. Кого чего интересует, говорите. Сниму. Если можно заметить, вот так запись ведет нормально или нет. Я вижу на экране белое пятно в правом нижнем углу. Вот оно особенно заметно, где колесо. Видно? Пятнышко беленькое. Так я не понимаю, что оно двигается. Вот белое на колесе. Это мы с вами снимали видео, как говорит мой полуавтомат. Теперь у меня на объективе висит сопля со сварки. Я-то ее сдер. Вернее, уже не висит. Но царапина глубокая осталась. Это печально. Теперь против света плохо будет снимать. Значит, не будем снимать против света. Значит, будем так снимать. В общем, нельзя автоаппарат подносить к сварке, потому что не матрица сгорит, а объектив будет весь в искрах. О, была моя ошибка. Бывает. Значит, пришел до пятнашки. Одна сторона погрунтована. Все. Одна сторона закончена. Вторая сторона. Только все в обратном. Женька не захотел сперва сделать дно. Он решил сперва приварить порог. Типа разнообразия. Так, ну, тут ничего интересного. Вообще ничего интересного. Вообще ничего интересного нет. Супер грунт. Супер наклейка. Эль сторона готова. Все как положено. Все как положено. Вот, Пальш провалился. Здесь накладка. Вот такой зазор. Зазор делали большеватенький. Вот как большеватенький. Ну, не как у Ланоса. Вот такой. Кстати, зазор весь одинаковый. Порог фирма Начало. Вроде нечутку и порог. Соединитель погрунтован. Всего как положено. Опять я приехал. Жига тут порог только поставил на зажимы. Просто три зажима держит порог. Все красивенько. Не знаю, тут стык, нахлёст. Я бы на его месте вот так и обворил бы внахлёст. И не парился. Но он будет подрезать все это, потому что стык будут варить. А, так оно уже подрезано. Вот уже стычок. То есть стык. Здесь ничего стык не подрезать. Потому что здесь радиуса никогда не подходит. Стык только до угла. Ну, я бы так делал. А потом бы нахлёстик счистил бы. Ничего страшного, а уж поклянули. Зазор сзади. Ага, ладно. Бери открывать не буду. Ну, зазор вот такой и будет, наверное. Нормальный, большой для неё зазор хороший. Здесь замок клинит, поэтому открыть очень трудно. Блин, тут сапожок помятый. Это всё пока не меняется. Хотя тут как-то подтянет аккуратненько. Приварится, стыкует, пойдёт. Потом человек созреет уже тогда. И сапожки, когда будут менять, тогда уже пониже чуть. А, сапожки вот такие идут. Тогда уже пониже возьмут и сделают. Ну, в общем, ничего интересного. Здесь будут варить через два металла к соединителю. Потому что тут сейчас три металла. Ну, а потом дно. Ладно, увидимся через пару дней. Вернее, сниму про эту машину через пару дней. Завтра он порог сделает. Завтра он начнёт делать дно. Послезавтра дно закончит. И потом останется снять мост, балку, бак. И будет лонжерон менять. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok